Зрителям хочу рассказать, что 15 сентября, это уже следующая пятница, станет еще одним важным днем для украинской политики. Традиционно депутатское счастье привалит, новый бюджет. Проект документа на будущий год кабинет министров уже подготовил, и как раз в следующей пятнице обещал представить депутатам. Что это значит? Это значит, что потом, три с половиной месяца, народные избранники смогут заниматься одним из любимейших своих дел. Выбиванием денег для своих друзей, предприятий и на округа. Естественно, сами политики называют это заботой об избирателях и национальной промышленности. Но всякий раз находится какой-нибудь курьезный момент, который демонстрирует всю суть бюджетного процесса по-депутатски. Но вот самый яркий, пожалуй, я вам напомню, он был в декабре 2015 года, когда Арсений Яценюк и Наталья Ерейско собирали голоса, чтобы проголосовать за госбюджет. Коалиции не хватало несколько десятков депутатов, готовых поддержать жесткую экономию. Кабмину тогда отказывались помочь все. Особенно радикально. Однопартийца Олега Ляшко. А лидер радикалов даже интервью успел раздать. Мол, бюджет Яценюка не поддержит, потому что документ коррупционный, антисоциальный. Но буквально через несколько часов взял, да и поддержал. Тут есть нюанс. Правительство тогда согласилось выделить 400 миллионов гривен на закупку пожарных машин, производство которых связывают как раз с главным радикалом. И вот ведь у многих депутатов есть такой свой маленький свечной заводик, на который очень нужно выделить государственные деньги. Похожие истории были и в прошлом декабре, наверняка будут и в грядущем декабре перед голосованием за бюджет. И, кстати, накануне появились и новые детали того, как расходуются подобные добавочные деньги в украинской политике. В программе «Наши гроши» с Денисом Бигусом, это один из самых громких украинских проектов журналистских расследований, вышел очередной материал об имуществе лидера радикалов. Десятки земельных участков Киевской области, дома, квартиры в столице. Речь идет об имуществе на десятки миллионов гривен при очень скромных официальных доходах.